Дело было в одной небольшой деревне в Алтайском крае, где жила одна старая и смелая бабушка. Каждый день она ходила в магазин, чтобы купить продукты для своего скромного обеда. И вот, как-то осенним вечером, бабушка возвращалась домой, неся большие пакеты с продуктами. Деревня, в которой она жила, была обычной и неизвестной многим. Безработных и пьяниц в ней было немало, и жители привыкли к тому, что сами решают все свои проблемы. Деревня находилась рядом с тайгой, и поэтому местные жители часто подкармливали медведей и волков, которые жили на окраине леса. Бабушка всегда считала, что нельзя обижать даже животных, ведь они тоже нуждаются в любви и заботе. Именно поэтому она каждый день оставляла немного еды у себя на заднем дворе, чтобы дикие звери могли накормиться. Вернувшись домой, старушка радостно распаковывала пакеты, ведь в них были ее любимые продукты, свежие овощи, сыр и вкусная мясная нарезка. Она уже представляла себе, как приготовить себе нежный суп и насладиться его ароматом, но внезапно раздался громкий шум. Оглянувшись, бабушка увидела трех хулиганов, которые решили ограбить ее. Они были грязные и агрессивные, и старушка понимала, что в ее возрасте она не в силах справиться с ними. Она стала громко кричать и звать на помощь, но людей не было рядом. Они все знали, что в этой деревне нужно уметь защищать себя самому. И тут, когда все казалось потерянным, из глубины леса выбежал медведь. Огромное животное с широкой грудью и острыми когтями набросилось на хулиганов, отбивая их от бабушки. Хулиганы были в шоке от неожиданности и не знали, как отбиться от медведя. Один из них даже упал на землю, а двое других пытались отступить. Бабушка, в то время как медведь отвлекал внимание хулиганов, смогла выбраться на улицу и быстро бежать к ближайшему дому. Она стучалась в дверь, орудуя кулаками и крича на весь голос. Вскоре дверь открылась, и из нее появился молодой мужчина. Он увидел испуганную и потрясенную старушку и тут же решил помочь ей. Он взял с собой лопату и побежал к месту, где все происходило. Однако, когда он подошел, медведь уже ушел, а хулиганы были измотаны и напуганы. Мужчина помог бабушке подняться с земли и отвел ее домой. Старушка благодарила своего спасителя и не могла поверить в то, что медведь пришел ей на помощь. Она поняла, что благодаря своей доброте к животным, она нашла себе неожиданного защитника. И теперь она решила, что будет продолжать подкармливать медведей и волков, чтобы помочь им выжить в непростых условиях. С тех пор в деревне все узнали о происшествии с бабушкой и медведем. Люди стали уважать старушку и видеть в ней смелую и сильную женщину. Они поняли, что иногда помощь может прийти откуда угодно, даже от дикого зверя. А бабушка продолжила свою жизнь с уверенностью в том, что доброта и забота о животных никогда не останутся безвозмездными. Она все так же ходила в магазин, подкармливала медведей и волков. И каждый раз, возвращаясь домой, она несла в сердце радость и благодарность за своего необычного защитника из леса. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok